утром приехали из стерлинга в эдинбург поездом подруги ирины утром прилетели в эдинбург из риги мы договорились встретиться у монумента вальтера скотта но тут случился знаменитый эдинбургский марафон почти час не могли перейти через дорогу так хотелось крикнуть и спросить мы встретились и пошли завтракать в пап пап интересный имени александра белла который родился в эдинбурге изобретатель телефона каждый пап это как маленький музей с различными старинными вещами и фотографиями и все они разные не похожие на друг друга дальше пошли гулять по городу я буду кое-что рассказывать по ходу я тоже буду вставлять свои две копейки памятник шотландскому писателю сэру вальтеру скотту после смерти скотта в 1832 году был проведен конкурс на проект памятника ему маловероятный участник зарегистрировался под псевдонимом джон морва на самом деле морва был джорджем мейклом кемпом 45-летним столяром чертежником и архитектором самоучкой он опасался что отсутствие архитектурной квалификации и репутации дисквалифицирует его но его проект понравился судьям конкурса и они присудили ему контракт на строительство памятника в 1838 году памятник построен на народные деньги великий английский писатель чарльз диккенс очень ревностно относился к творчеству своего предшественника хотя начинал с подражания его романом и стилю так вот не смог он пройти мимо и монумента диккенс писал к моему сожалению вынужден констатировать полный провал памятника скотту такое ощущение что у готической церкви отрезали шпиль и воткнули его в землю нам монумент понравился где-то здесь в 17 веке жил знаменитый колдун звали его томас вир он был родом из известного аристократического семейства какое-то время он даже возглавлял местную городскую стражу кроме того из-за хорошего знания библии часто собирал у себя дома слушателей которым читал проповеди в общем вел правильную жизнь и был уважаем горожанами на старости лет томас сильно за не мог и решил исповедоваться и вещи которые он поведал на исповеди шокировали весь город оказывается томас вел двойную жизнь полную сексуальных извращений и насилия он совратил свою 10-летнюю сестру и после этого жил с ней как с женой занимался сексом с коровами и лошадьми не обошлось и без колдовства и чародейства городским властям ничего не оставалось как казнить старика его задушили а тело сожгли впрочем сожжение не помогло колдун стал появляться на улицах в виде призрака а в его доме творилась натуральная чертовщина например при подъеме по лестнице люди путали направлении вверх и вниз дом простоял сто лет пустым пока за бесценок не ушел новому владельцу однако тут выдержал только одну ночь после заката в его спальню заявился телец и положив передние копыта на кровать всю ночь смотрел на нового хозяина и его жену в конце концов проклятый дом снесли а история колдуна натолкнула стивенсона на идею повести про доктора джекила и мистера хайда существует много экранизации романа в 1985 году киностудия massfilm тоже экранизировала роман фильм назывался странная история доктора джекила и мистера хайда в главной роли с иннокентием смоктуновским вышли на королевскую милю королевская миле равна примерно 1800 метров или примерно дюжине волынчиком которые стоят на некотором расстоянии друг от друга как и все туристы решили заглянуть в магазин где продается национальная шотландская одежда для справки килт был изобретен в 1725 году англичанином роулинсоном многие традиции которые кажутся старыми или претендующие на то что они старые часто оказываются совсем недавнего происхождения нередко изобретенными до конца 17 века шотландские горца не образовывали отдельного народа они были просто потомками переселившихся сюда ирландцев запад шотландии отрезанный горами от востока всегда был ближе к ирландии чем к равнинам англосаксов соответственно и наряды горцев были традиционными гельскими местная знать носила обычные узкие штаны трусы в качестве верхней одежды они носили теплые плащи или как их еще называют пледы штаны были дорогие сложны в изготовлении для простого народа поэтому они использовали длинные шерстяные плащи прикрывая голые ноги плащи или пледы подпоясывались нижняя часть образовывала что-то типа юбки со складками но это был все-таки именно плащ они юбка его также использовали как покрывало для сна и тому подобные вещи универсальной для простолюдинов заменяла сразу несколько предметов одежды и быта слова killed впервые появилась в середине 18 века его придумал английский офицер описывая способ ношения плаща горцами по его словам получается очень похоже на бедных женщин лондона когда они задирают подол платья на голову желая укрыться от дождя плед превратился в юбку примерно в это же время англичанин владелец фабрики заметил что нанятые им горцы очень плохо работают в цехах в своих неудобных пледах поэтому он разрезал его пополам оставив только нижнюю часть ту самую юбку малый killed и работа на фабрике сразу наладилась это бесспорно исторический факт под поясанный плед годился для праздной жизни ночевок на холмах или бродяжничество по болотам он был дешев и все соглашались что низшие классы не могут себе позволить штанов но для людей которые валят лес или присматривают за печью это было стесняющее и неудобное одеяние фабрикант был в хороших отношениях с местной знатью так что скоро его друзья и партнеры тоже стали носить килты а потом он из-за своего удобства простоты и дешевизны буквально за несколько лет разлетелся по всему региону таким образом killed был костюмом нового времени впервые придуманным английским промышленником квакером и что тот надел его на горцев не для того чтобы сохранить их традиционный образ жизни а для того чтобы его преобразить вытащить горцев из болота и затащить на фабрику многие знают что у каждого шотландского клана есть собственная расцветка тартана по которую знают представителей этого клана но на самом деле клановые тартаны новое явление в шотландской истории они появились лишь в девятнадцатом веке до этого никакого разделения по расцветкам не было каждый носил тот тартан который мог добыть зачастую разные элементы одежды хилд чулки куртка жилет и так далее шились из разных тартанов так что один человек носил тартаны 4 5 разных расцветок до 19 века тартаны указывали не на клан а на социальный статус владельца вожди кланов их ближайшие родственники военачальники и прочие наиболее знатные богатые горцы предпочитали тартаны красного и прочих ярких выделяющихся цветов горца более менее знатного происхождения и просто обеспеченные воины предпочитали тартаны зеленого коричневого синего и прочих маскирующих оттенков изначально тартан использовался именно как камуфляж бедняки носили тартаны из неокрашенной шерсти или оттенков коричневого и серого в своей книге изобретение шотландии писатель хью тревор роупер пишет я считаю что вся история шотландии была окрашена мифом и этот миф шотландии никогда не вытесняется ни реальностью ни разумом но сохраняется до тех пор пока не будет открыт или разработан другой миф чтобы заменить его в этом доме работал корреспондентом будущий писатель автор знаменитого романа робинзон круза даниэль дефо он был английским шпионом в шотландии приехав в эзенбург дефо использует легенду его визит вызван поиском материалов для своего нового романа его как пострадавшего от английских властей протестанта шотландцы приняли очень радушно буквально через пару месяцев писатель становится советником в одном из комитетов местного парламента а также в высшем совете шотландской протестантской церкви такое служебное положение дает возможность дефо не только быть в курсе всех событий но и самому начать плести политические интриги он пишет статьи в шотландские газеты где не только отстаивает идею объединения с англией но и подает жесткой критики приверженцев суверенитета гостиница редисон построена в 1990 году прекрасно вписывается в облик старого города вода проблемы с водой были серьезными в старые времена легче было выпить виски чем чистой воды это колонки для воды люди долго стояли в очереди чтобы накачать воды также это было место встречи и обмен сплетнями новостями между горожанами уже примерно 300 лет назад в эдинбурге строились дома до 14 этажей средневековые высотки небоскребы на верхние этажи зданий специальные люди могли принести воду за определенную плату бедные люди жили на нижних этажах жили по 10 14 человек в одной комнатушке фекалии выбрасывались через окно более 50 тысяч человек толпились в пределах городских стен домашний скотт свободно бродил по улицам а крики гордилу давали прохожим сигнал резко уйти подальше от окон происходит от французского выражения про него арталио что буквально означает остерегайтесь воды фраза гордилу выкрикивалась с верхних этажей многоквартирных домов жителями когда они опорожняли свои ночные горшки из окон наверху я считаю что ни в одном городе мира так много людей не имеют так мало места так писал автор робинзона круза даниэль дефо в 1749 году был принят закон о мерзости согласно которому отходы можно было выбрасывать только между десятью вечера когда в сент-джайлс-хай тёрк звонили колокола и до 7 утра следующего дня человек выбрасывающий мусор также должен был кричать пронегард алё что означает следи за водой которая позже превратилась в горделу дом джона нокса старинное здание в центре эдинбурга джон нокс одна из ключевых фигур в шотландской истории крупнейший религиозный реформатор 16 века заложивший основы пресвятерианской церкви кто-то про него сказал он столь боялся бога что не боялся никакого человека дом джона нокса украшают солнечные часы с изображением моисея в этот дом можно свободно зайти внутри дома находится музей нокса а также там магазинчик сейчас можно увидеть деревянный потолок 15 века и лестницу пап конец света такое название связано с тем что долгое время здесь стояли городские ворота вход в город и выход из города был платный часто не погуляешь многие люди жившие в средневековье ни разу не могли покинуть город за свою жизнь для многих жителей эдинбурга того времени это был реальный конец света на булыжной мостовой вставлены латунные пластины обозначающие где стояли ворота и проходила городская стена церковь трон кирк бывшая главная прихода хатская церковь в эдинбурге она была построена в семнадцатом веке и закрыта как церковь в 1952 году пустовавшая более 50 лет она несколько лет использовалась в качестве туристического информационного центра в середине двухтысячных годов а совсем недавно стала местом проведения эдинбургской выставки всемирного наследия и магазина книг и подарков джона кейя превратили церковь в базар название происходит от весовой балки по шотландский трон весовая балка которая стояла снаружи обслуживала общественный рынок на королевской миле примерно до 1800 года археологические исследования включая раскопки и 3d съемки проведенные с 1974 года по 2006 год пролили свет на территорию до строительства церкви в 1630-х годах результаты показали что до постройки церкви эта территория была занята многоквартирными домами похоже что они были построены в 15 16 веках и уничтожили все следы более ранних средневековых поселений документальное исследование проведенное в то же время смогло дать представление о жильцах зданий вплоть до конца 15 века подойдем к городской ратуши какое солнце яркое нам просто очень повезло с погодой подойдем поближе к памятнику довольно интересная история связанная с этой скульптурой вот опять опоздал не заснял эту женщину сумасшедшим пирсингом на лице это элейн девицон бывшая медсестра бразильско-шотландского происхождения проживающие в эдинбурге которую книга рекордов гиннеса признала женщиной с самым большим количеством пирсинга на теле ее украшение весит в общей сложности около 3 килограммов в марте 2012 года у нее было 9 тысяч проколов женщина дырокол да красота это страшная сила в 2011 году она вышла замуж за дугласа уотсона на теле которого нет ни одной татуировки или пирсинга следующем году они развелись мужик выдержал ее только год эх жалко не было с собой магнита и так скульптура александр и буцефал одна из многих легенд об александре македонском связано с его детством когда в возрасте 13 лет он поспорил со своим отцом что сможет приручить буцефала очень злого и неуправляемого коня и приручил не буду рассказывать как это общеизвестный факт в истории который хорошо описан бронзовая статуя джона стила отлитая в 1833 году установлена была только в 1884 году но стилу не сразу заплатили за его работу тянули с оплатой много лет так как скульптуру он отливал по частям то в последнюю очередь отливал голову лошади он в качестве месте отлил голову лошади с ушами от свиньи немного людей поймут что у лошади уши свиньи другими словами подложил свинью на ратушной площади есть отпечатки ладони знаменитых людей эдинбурга известным ученым артистам художникам спортсменам и писателям одни из отпечатков принадлежат джоан роулинг автору книг о гарри поттере она написала их в эдинбурге памятник адаму смиту уроженец шотландии родился в 1723 году шотландский экономист и философ один из основоположников экономической теории как науки считается основателем классической политэкономии умер в эдинбурге в 1790 году его изображение было на 20-фунтовой банкноте которая не так давно вышло из обращения собор сент-джайлс собор освящен в честь святого джайлса или жили так как по преданию он жил на юге сегодняшней франции покровителя коллег и прокаженных который также считается покровителем эдинбурга святой был очень популярен в средние века легенда рассказывает же и жил отшельником и приручил олененка однажды во время охоты двух вождей точно не могу сказать но возможно они были вожди племен лангобардов в то далекое время охотники увидели олененка и погнались за ним олененок побежал к жилища спасения от погони один из охотников выпустил стрелу стрела попала в руку жили который прикрыл олененка своей рукой поэтому святого жили или джайлса всегда изображают со стрелой в руке прикрывающий олененка храм в честь святого джайлса был построен в 1120 году на месте старой приходской церкви но от этого строения практически ничего не сохранилось то что сейчас можно видеть эта постройка конца 15 века в конце 15 века джон нокс произносил свои проповеди о реформации в этом соборе от зажигательных проповедей нокса прихожане расколотили почти все в этой церкви нокс сыграл важную роль в распространении присвятерианского протестантизма по всей шотландии после реформации шотландская присвятерианская церковь не имела епископов епархии кафедральных соборов но сент-джайлс продолжают относить к собору и называют главной церковью шотландии соборе после реформации находилась шотландская дева это так называли гильотину а также тюрьма для проституток и блудниц в девятнадцатом веке была проведена обширная реставрация существенно изменившие внешний вид здания витражи в основном изготовлены уже в конце 20 века в часовне чертополоха имеется 16 комнат для 16 рыцарей в которых хранятся их мечи геральдические шлемы и гербы средние века напротив собора располагалась тюрьма толбот вот таблички с обозначениями годов у западного входа в церковь святого джайлса находится сердце медлатиана существует много версий относительно данного изображения скорее всего это связано с романом вальтера скотта сердце медлатиана также на этой площади проводили казни ведьм и опасных преступников существует некая традиция и динбуржцы проходя мимо старательно плюют на сердце стараясь попасть в центр памятник монтигю дугласу скотту уолтеру пятому герцогу баклю кто такой не знаю может кто-то подскажет и напишет в комментарии под видео красивый памятник с барельефами о средневековой истории шотландии с единорогом символом шотландии предположу что это что-то связано с родословной этого товарища на постаменте один из самых старых памятников в эдинбурге королю англии шотландии карлу второму в образе римского императора своеобразие памятника в том что когда идет дождь вода стекает с лошади и кажется что она писает ты опять шутишь погода стоит солнечная проверить это и убедиться не получится меркат кросс это рыночный крест нынешний меркат кросс имеет викторианское происхождение он был построен недалеко от того места где стоял оригинал на меркат кросс объявляли важные гражданские объявления также иногда судили и даже казнили людей согласно местной традиции прикосновение к пальцу ноги дэвида юма приносит удачу хотя эта практика по иронии игнорирует яростное неприятие суеверий самим философом юм был влиятельным историком экономистом и писателем жившим в столице шотландии с 1711 по 1776 год юма интересовали естественной науки необходимость государственного управления и эмпирические наблюдения он был атеистом и категорически был против суеверий быть атеистом в конце 18 века это довольно смело он вероятно не одобрил бы ритуальную значимость своей статуи хотя многие студенты продолжают тереть его пальцы ног полагая что это принесет удачу на экзаменах не могу не удержаться и рассказать историю об уильяме броуди уильям броуди считался в эдинбурге уважаемым человеком он был членом городского совета и деканом то есть президентом цеха плотников и столяров при купеческой гильдии все городские мастера работавшие с деревом подчинялись ему он и сам был опытным столяром изготавливал мебель пользующуюся большим спросом устанавливал в домах двери врезал в них замки и даже сделал по заказу мэрии главную виселицу эдинбурга за многолетнюю трудовую деятельность броуди сколотил неплохое состояние и жил на широкую ногу такова была официальная витрина жизни декана броуди по ночам он занимался совсем другими делами мастер легко открывал установленные им самим замки и грабил дома состоятельных горожан зачастую своих хороших знакомых полиции никак не удавалось поймать вора следов он не оставлял материальной выгоды от ночных дел броуди не имел денег у него и так хватало а всю добычу он тут же проигрывал в карты и кости видимо его привлекал сам процесс преступления нарушение закона щекотали почтенному горожанину нервы двойная жизнь закончилась в 1788 году броуди с сообщниками решили ограбить акцизную контору но план провалился одного из воров арестовала полиция попавшийся чтобы спасти свою жизнь он начал давать показания броуди спешно уехал сначала в лондон а затем в голландию однако в амстердаме был арестован и экстрадирован в эдинбург в августе 1788 года состоялся суд против декана свидетельствовали двое его подручных кроме того присяжным предъявили дубликата ключей и пистолеты найденные при обыске у декана а также его письмо отправленное из лондона в котором он жаловался на провал своего последнего ограбления броуди одного из его подельников приговорили к повешению декан не собирался сдаваться он заблаговременно изготовил стальной ошейник предотвращавший удушение подкупил палача чтобы тот не обратил на это устройство внимание а также ночью перед казнью запихнул себе в горло серебряную дыхательную трубку своих оставшихся на свободе друзей броуди предупредил что из петли его могут вынуть не совсем мертвым и попросил не торопиться с похоронами все эти хитроумные предосторожности не помогли палач обманул декана и в день казни 1 октября содрал с него ошейник и затянул петлю на голой шее серебряная трубка погнулась мертвый броуди закачался перед сорокатысячной толпой на виселица которую сам изготовил впрочем сохранились сведения что его план удался и спустя несколько лет его встречали в париже в полном здравии тупик мэри кинг подземная улица в центральной части эдинбурга на королевской миле получила свое название от имени домовладелица мэри кинг в семнадцатом веке эдинбург поразила чума она началась именно в этом квартале каждую ночь монахи вывозили погибших за черту города и там сжигали останки но тел становилось все больше погибших не успевали вывозить и чума могла захватить уже весь город повальный мор вынудил магистрат в 1645 году принять решение об изоляции ставшего опасным квартала и его обнесли стеной по официальной версии все жители квартала были перед этим расселены но по слухам больных людей просто заживо замуровали в 2003 году был открыт музей сейчас в тупике мэри кинг туристы видят в подземелье только темные и безмолвные туннели с забитыми окнами и дверями с наступлением вечера ветер иногда доносит сдавленные крики и жалобные стоны заживо погребенных людей многие видели здесь и призраков в том числе и маленькую девочку с куклой которую в подземелье оставила мать купив ей перед этим новую куклу тут же и неприкаянная душа самой мэри кинг которая бродит в одиночестве обходя свои владения ссылка на веб-сайт музея под видео qr-код музея на экране расскажу еще одну реальную историю история о маргарит диксон женщина торговала рыбой и солью пока в 1723 году не пропал ее муж рыбак женщина с двумя детьми осталось без средств к существованию вскоре она устроилась работать в маленькую гостиницу где она закрутила роман с сыном трактирщика и забеременела в те дни для таких женщин как мэгги было мало вариантов она замужняя женщина забеременела от любовника значительно моложе ее к тому же она рисковала остаться на улице без куска хлеба молодой отец быстро самоустранился из жизни возлюбленной а она как могла до последнего скрывала свою беременность неизвестно были ли роды преждевременными и был ли ребенок живым или мертворожденным известно лишь что крошечная тельце и было обнаружено рыбаком на берегу реки когда открылась правда маргарит утверждала что ребенок родился мертвым и намного раньше положенного срока однако в глазах закона это было неважно она нарушала закон о сокрытии беременности именно за это преступление она была отправлена в эдинбург чтобы предстать перед судом 2 сентября 1724 года на главной площади эдинбурга было многолюдно люди жаждали зрелище женщина по имени маргарит диксон была приговорена к казни через повешение все прошло как обычно смерть женщины была засвидетельствована судом медикам и церковными представителями телега с гробом выехала из эдинбурга сопровождающие тело родственники и друзья остановились в одной из придорожных гостиниц чтобы перекусить и выпить прохладительных напитков гроб с телом остался во дворе вдруг из него стали раздаваться крики и стук невероятно но маргарит была жива отец девушки вытащил ее из гроба и доставил в больницу вскоре она полностью поправилась согласно шотландскому законодательству того времени наказание уже было исполнено поскольку женщина уже была повешена то ее больше не могли отправить на виселицу мэгги воссоединилась с мужем и вскоре у них родился сын она вновь занялась продажей рыбы и соли говорят после своего чудесного спасения диксон никогда не отличавшиеся особой набожностью до самой смерти ежедневно молилась после повешения мэгги прожила еще около 40 лет а и Продолжение следует...